Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Среда, 7 июня, время 22 часа 5 минут в Киеве, такое же время в Москве. И мы проводим очередной стрим с Алексеем Арестовичем. Нас уже смотрят около 62 тысяч и почти 15 тысяч поставили лайки. Просьба большая, мы чуть задержались. У нас сегодня аж три эфира было. Первый эфир был с Цезарем, представителем Легиона Свобода России. Второй эфир был с Андреем Пиантковским, вот только что он закончился. И вот мы технически подготовились, чуть затянули эфир с Алексеем Арестовичем. Мы уже на протяжении третьего суток общаемся с ним. Так что, ну вот события к тому очень побуждают. Поэтому просьба, чтобы зрители увидели, что у нас еще и третий эфир выходит. Вдруг кому-то не пришли уведомления. Ваши ссылки на этот эфир в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах сильно помогут распространению этой информации. Ну и конечно лайки, они помогают попадать в рекомендованные. Это тоже для нас очень существенно. Подписывайтесь на канал Фейгин Лайв и на канал Алексея Арестовича в описании к этому видео. Итак, день 4.69 с Алексеем Арестовичем. Алексей, рад тебя видеть. Добрый вечер, я тоже рад всех видеть. Никого не важен, но тем не менее рад всех видеть. Ну мы чувствуем их всех. Поэтому давай начнем с того, с последствий взрыва на Каховской ГЭС. Начнем тогда, ты видел, что озвучиваются версии, ну ладно, Москва, с Москвой все ясно. Озвучиваются и некоторыми сторонними наблюдать версии о том, что ну это может подрыв, не подрыв, а может это естественным путем. Накопилась вода, разрушила то да сё изнутри. Ну и вот весь тот набор. Давай опровергнем, так сказать, эти мнения. Твою точку зрения еще раз услышим спустя уже какое-то время. Марк, так а что опровергать? Дети у экранов есть? Детей не должны, спать должны уже, время. Людям хочется попередить. Пусть попередят. Я сказал четко, у меня есть информация от наших военных, которые в радиоперехватах имели предупреждение российским войскам о подрыве дамбы. Что еще надо? Какие еще объяснения нужны? Где предоставить или не предоставить эти доказательства, это дело нашего военно-политического рукаоста? Будут они это показывать? Не будут. Другими средствами и так далее. А для меня все ясно, однозначно. Более того, мы же 7 месяцев назад об этом говорили. Да. Логика такова, что она заставит их это сделать. И тогда была эта логика. И сейчас есть эта логика. И была бы еще одна дамба, они бы ее взорвали. Потому что они закрывают себе левый фланг. Боятся форсирования Днепра. При общем боязни наступления на Крым. Ну плюс, да, держите меня с темера, посмотрите, какой я сумасшедший. Если вот так вот дальше хохлы будут наступать, то я вообще за себя не отвечаю. Я еще Запорожскую АЭС взорву и прочее, прочее. А вот эти многомысленные ковыряния в носу по принципу полпалец-потолок в стиле, а может быть эта кромка сломалась, а может это эксцесс исполнителя, а может быть это еще что-то. Ну, людям хочется поговорить, пусть поговорят. Я свое мнение высказал. Не, ну и американцы. Уже в американской прессе появились сведения на анонимные пока источники о том, что да, это сделала Россия, изнутри взорвали они. Вот, вопрос, почему взорвали, по-моему, тоже на поверхности лежит. Ну, они действительно, для Запада это адресация, что мы действительно такие, и они препятствуют контрнаступление. Вопрос в следующем. А вот спустя это время, эти сутки, ты считаешь, планы изменились, контрнаступление, они скорректированы по срокам, по направлению ударов и так далее. То есть, добились они своего того, на что возможно рассчитывали? Чтобы сказать, скорректированы они или нет, надо знать изначальные планы и теперешние планы, а я их не знаю. Умозрительно. Но стратегия это география. Я могу сразу говорил, что даже, что направление слева, справа берега налево, не может быть главным ни при каких обстоятельствах. И даже второстепенным не может быть. Может быть, в лучшем случае, вспомогатель. Но если они закрываются, я сразу пост написал, если они закрываются от вспомогательного направления, это значит, они чувствуют свою неизбывную и очень принципиальную слабость. Потому что им хочется закрыть даже второстепенное направление. Это значит, тебе очень херово, когда тебе хочется закрыться там, где не будет главного удара. Вот и все. Тем более, они копали там линию обороны в три слоя, могли бы стоять там вечно. Выдал бы, надал бы, долбоеба и другие противотанковые препятства. Поэтому, ну, диагноз есть, я не собираюсь его менять. Для того, чтобы я его поменял, то, что я высказал вчера утром, нужно, и вчера вечером у тебя, нужно очень веские основания, нового факта и так далее. У меня их нет. Появятся, будем менять. Если появятся. Очень сильно сомневаюсь. О последствиях. Там вот идет затопление, животинка везде показывают. Ну, понятно, что животинка может быть и не самая центральная тема, но, значит, и люди тонут, уже жертвы есть. Не скажи, животное, это очень сильный моральный фактор. Потому что животные беспомощные, как дети. Они не в состоянии ценипоследствий, вовремя уйти и так далее. А животные, которые в зоопарке, они еще и в клетках погибли. Поэтому такое большое количество, у нас тоже есть общественная дискуссия, надо ли так помогать животным или больше людям, или больше солдатам на фронте, чтобы не подрывали. Но очень множество волонтеров кинулось спасать именно животных, потому что это моральный фактор. Он старше рациональных соображений. Спасают беспомощных существ, детей, ближних наших. Животные, они, наверное, хуже, чем дети. Поэтому особенно домашние, тотально зависящие от человека и человеком убиваемые. Пусть не теми, кто... Пусть врагами Украины, но тем не менее. Поэтому за этим стоит очень большая сила, моральная сторона. Но вот сегодня я опубликовал кадры, когда украинский дрон прилетел в Олежке, они же под российскими войсками, под путинскими, и сбросил в воду воду маме с детьми. Но говорят, ее уже эвакуировали в Еферсон, нашли способ. А до этого российские войска более суток, по сообщениям с мест, препятствовали эвакуации. Не просто не помогали, а препятствовали. То есть, они сначала обеспечили себя, а потом где-то что-то говорят, может, даже начали где-то там помогать. Что еще нуждаются в проверке. Но сутки, да, они были заботились только о себе. Причем, как о себе они заботились, мы тоже знаем. Сначала техника, а потом люди. Ну, как обычно, да. Поэтому начинается вот это ковыряние в носу. А может быть, действительно, она сама как-то поломалась. А может быть, из-за обстрелов. А может быть, там еще что-то. Взорвали ее, товарищи. Ее взорвали изнутри, наружу. На что есть масса разнообразных доказательств. Часть из которых я назвал. Мы сейчас залудили опрос в связи с возникшими вот этими разговорами. Звучит он так. Кто взорвал Каховскую ГЭС? Первый вариант Россия. Вторая. Второй вариант Украина. Третий инопланетяне. Ну, понимаешь, инопланетяны подразумевают все на свете. Само там, вот это вот. Так что просим зрителей отвечать. Уже почти 10 тысяч проголосовал. 92% пока голосуют за Россию. Ну, ты знаешь, что инопланетяне 6% собирают. Я прошу голосовать в вопросе. За Россию? Вот смотри. Я чувствую, я буду скоро один, который разделяет Россию и Путин. За Россию или за Путина? Марк, ты же россиянин. Мы сейчас... Пределимся. Смотри, смотри. Россия в данном случае не означает вся Россия. Мы под этим подразумеваем, конечно, Путина, несомненно. Для меня Россия это ты, понимаешь? Для меня Россия это легион свободы. Для меня Россия это Ахиджак, это Каспаров, это Ходорковский. Вот это для меня Россия. А это путиноиды. Мы же различаем чеченцев и кадыровцев, правильно? Безусловно. Так что мы не различаем россиян и путиновцев? Ну, отрезактируем опрос. К вопросу это в мейной степени. Все понимают, о чем мы говорим. Оно имеет огромное политическое значение, товарищи. Давайте употреблять верное слово. Да. Поехали дальше. Так вот. Организацию ООН, Красный Крест и так далее. В их адрес несется просто оглушительная критика. И не столько потому, что они там не могут помочь, не помогают, ничего не предпринимают. А от них не слышно внятного позиции в отношении Москвы, Путина и так далее. То есть, они как-то, в общем, продолжают между струек. Вот это, конечно, поразительно, потому что огромная экологическая катастрофа на юге Восточной Европы, ну, вот в Украине. И, тем не менее, как-то, в общем, где-то ничего не делают. Машинки вот тут показывают, ходят, гуляют, фотографии стоят, сидят, ничего не делают. Все им по фене и так далее, и так далее. Что ты скажешь по этому поводу? Хочу сказать, что я не назвал Пономарева. Пономарев для меня тоже Россия. Хорошо, хорошо. Мы его все знаем. Да, мне прислали и сказали, какого хрена. Ну, вот Пономарева называют. Тут по поводу ООН, Марк. Ну, мы миллион раз говорили, что современным миром, увы, управляют не Тетчер, не Рейган. И даже не этот самый. Не Гельмут Коль. Управляют блеклые, серые чиновники. Их основная проблема заключается в том, что они не знают, чего они хотят от этого мира. Они оказались на должностях. Оказались. Которые не соответствуют, прежде всего, их кругозору. А все, что может сделать человек. И в масштабу личности. Потому что вот кто жал. Масштабу личности, конечно. Они просто не понимают. Но им нужно принимать ключевые решения. Например, менять состав Совета Безопасности ООН. Выгонять оттуда Российскую Федерацию, пока в власти Путин. Потом, когда к власти придет Фейгин, тогда вернем. Но они не могут даже вопрос так поставить. А когда перед ним ставят так вопрос, они начинают стыдливо жаться. Ну, как же это все так сложно. Это все неоднозначно. Мы тут за гуманитаристику. Как же пострадают люди, которые в России. Если Красный Христ займет очевидную позицию и прочее. Раньше это произошло с журналистикой, чем с политикой. Потому что вся эта хрень пошла от медиа. Когда выработали так называемые стандарты BBC. Когда журналист должен был оказаться... Он раньше был человеком с позицией. Личной позицией. И потому был интересен. А он стал нейтральным, как сказать... Чуваком, который... Ильич Вихай, который нейтрально перелопачивает новости. Как бы выслушали одну сторону, вторую сторону. А вы, читатели, сами принимаете объективные решения. И у них исчезла позиция. Дальше эта болезнь за какие-то 5-10 лет поразила политиков. Они все стали людьми без позиций. А зачем нужен политик? Ты знаешь вообще? Ну, ты-то знаешь. Я людей наших спрошу. Политик нужен для политической позиции. Почему люди хотят слышать политиков? Ведь технический эксперт лучше знает, что произошло с дамбой. Правильно? Эксперт по взрывчатке всегда знает лучше, чем что произошло с дамбой. Правильно. Но политик дает терминальные выводы, которые необходимы, чтобы это предотвратить. А военные знают, что там на поле боя лучше происходит. Значит, врачи знают, что в медицине. Но почему-то все слушают политиков. Никто никогда не задумывался, чего его слушать. Потому что политик говорит на уровне, который первый должен говорить. Что такое политическая позиция? Это ценностное, прежде всего, обоснование. И он показывает отношение, которое имеет недвусмысленное отношение к его центральной политической идее, к его ценностям и к картине мира. Грубо говоря, все сводится, в какое будущее мы живем, товарищи. Какие лозунги мы дадим немецкому народу. Цитирую, «Семнадцатый день весны». Вот за этим ходят политиков. Или людям, которые претендуют на политиков. Вот и получается вопрос. Мы ждем от чего? От ООН. Это политическая организация, вообще-то. Мы ждем политической позиции. Но, как сказал президент сегодня, я в интервью Бильг, я в шоке был. Я был шокирован отсутствием реакции ООН и Красного Креста. Заметь, что ООН и Красный Крест будут двумя организациями, которые первые будут хребать полной ложкой кисель последствий от подрыва этой дамбы. Потому что там на годы уничтожено орошение. И это прямо скажется на проблемах голода, проблемах беженцев. А кто у нас занимается, как ни Красный Креста, ни он? И вот это абсолютная бескребетность, неспособность ответить, что же произошло с дамбой в машиноотделения, которые в октябре путинские войска загнали машины со взрывчаткой. Понимаешь, да? Это такой сложный вопрос, так сложно на него ответить. Что мы вообще обсуждаем второй день вообще? Я не тебя спрашиваю, а вот весь мир что-то. Не, а риторически, да. Это же очевиднейшие вещи, да. Как бы есть доказательства. Если надо, наши спецслужбы их предоставят. О том, как, когда и как было заминировано. И что произошло. Знаем мы все, понимаешь? Я думаю, что мы предоставим, кому надо, покажем. Просто спецслужбы не могут их во всеуслышание выбрасывать, потому что это раскрывает источники. Их покажут тем людям, которые принимают решения и так далее. Я думаю, я надеюсь, по крайней мере. Поэтому, ну, все эти ООНы, красные гресты, чтобы не переходить на мат уже четвертый раз за время передачи, на этом я остановлюсь. Так, у нас опрос продолжается. Кто взорвал Каховскую ГЭС? Ну, Путин 92%, Украина 2%, инопланетяне 6%. Уже 40 тысяч проголосовало. Продолжаем голосовать. Вот смотри, вот и к дополнительным последствиям, например, Гросси, тоже такой же беззубый товарищ, но тем не менее, заявил о том, что уровень воды в резервуарах Запорожской АЭС снижается на 5-7 сантиметров в час. По словам гендиректора МАГАТЭ Гросси, воды для охлаждения АЭС гарантированно хватит на месяц. Но все равно это как-то звучит, мягко говоря. Он не молчит, потому что там последствия не отдаленные, а быстрые. И его спустят первое, как же так? Он зачем-то там миссию удержал и вообще что происходило? Поэтому он вынужден говорить. Но тут вопрос, говорит ли он проактивно, как ответственный политик? Или говорит он просто, чтобы жопу себе закрыть? Как часто бывает. Ну и то, и то. Ну и тогда вопрос в доле и в балансе. Так. Ну вот ты полагаешь, все-таки, вот этот обсуждаемый вопрос, будет ли сиквел, продолжение? Раз они решились все-таки взорвать, если это не произойдет ни на кого впечатление, начнется контрнаступление. Могут они то же самое сделать с Запорожской АЭС? Сами искусственно снизить охлаждение? Реактор навернется или надъебнется? Кому как приятнее. Недели три-две назад где-то, может, три, было сообщение от ГУРМО, от ГУРА, что они уже планировали сделать это с Запорожской АЭС. Спровоцировать и сымитировать ядерную катастрофу с выбросом радиоактивных веществ. Но поскольку ГУР узнал об этом своевременно, было сообщение во всеуслышание, да, и таким образом предупредили теракт, хотя была информация, что там счет уже шел на часы. Неизвестно, пойдут ли они на это, но мы должны быть готовы к такой возможности, потому что они психи. Психи не в смысле опасные психи, а в смысле они просто банальные идиоты. Знаешь, есть такая хорошая книжка, ты ее точно знаешь, наша читатель, наверное, должен быть. Банальность зла. Да, это известное произведение. Но романтики, когда снимали какой-нибудь фильм типа «Адвокат дьявола», они пытались представить зло как такое, харизматичное такое, зло искусительное, зло предельно банально. Всем, кто думает, что зло, оно харизматичное, оно искусительное, и дьявол смотрит с хитрым прищуром, и его обаянию невозможно противостоять, вы очень сильно ошибаетесь. Ничего более примитивного, серого и скучного, чем зло, не существует. Поэтому опасные психи не потому, что они брутально опасные, непредсказуемо опасные, буреобразно, бурерожденно опасные. Потому, что они долбоебы самого низкого пошиба, и вполне может быть эксцесс-исполнители, от них этого можно ждать аж бегом. Помимо книги Ханны Аронд, которая написала банальность зла, я очень рекомендую почитать Карла Густава Юнга. Он описывал архетипы таких людей, он Гитлера взял в качестве примера, очень серьезное исследование архетипическое, поэтому там эта тема предвосхищена. Да, Ханна Аронд во многом опирался, мне кажется, и в том числе и на его работу. Смотри, заканчивая Запорожская АЭС, Запорожская АЭС, это тоже имеет все характеристики Каховской ГЭС. Почему? Потому что это объект, который находится больше года под контролем российских войск, и там тоже перенасыщена взрывчатка и вооружение военной техники. Мы это много раз, кстати, с тобой обсуждали. И эти долбоебы в машинных залах атомных станций умудряются хранить ракеты к Смерчанам, например. Да, да. Другие, байпасы и прочее, прочее. Ну, вот что ты с ними будешь говорить? Они могут взорвать там какие-то эти самые, осушить, искусственно создать проблему, им придется поработать. Это сложно, но возможно. Но то, что они могут попытаться шантажировать или будут пытаться шантажировать, хотя бы шантажировать, я уверен, почти на 90%. Потому что мы это тоже обсуждали. У них нет средств военных останавливать и надежды всерьез остановить наше наступление. Поэтому надо уже это изображать изо всех сил. Они сегодня опять заговорили про возможность переговоров, но с учетом, так сказать, новых политических реалий. Мы, блядь, вам покажем новые политические реалии в самое короткое время. Вы когда проснетесь, точнее, часть из вас проснется, а часть не проснется, вы поймете, что такое новые политические реалии. Вот тогда будут вам реалии в самое короткое время, поверьте. Осталось совсем не долго ждать. Не долго. Ну вот ты знаешь, Эрдоган чуть ли не предложил создать совместную комиссию России и Украины. Прозвучал странно. А Путин уже разговаривал с Эрдоганом по телефону, назвал варварской, сука, акцией, говорит, Киева, разрушение Каховской газеты. Вот надо отдать им должное, они вот умеют до конца доворачиваться, знаешь, по-актерски. Он будет даже, как я говорил, когда уже к Кремлю подступят войска Легиона и РДК, он будет по телефону обсуждать, когда ему зашлют его проценты, значит. Этот будет работать с неизменяемым покерфейсом, я тебе скажу. Знаешь, как говорил мой командир роты, великий старший лейтенант Камышников, величайший училище. Он говорил, да, мальчик, если вас застали на другую, ваша девочка застала вас на другой девочке, отрицайте до последнего. Она видела, она задокументировала, 18 свидетелей, говорит, но все равно отрицайте. Это ж старая истина, вот они от нее отталкиваются, от этой истины. Штаны уже обосраны, да и уже в Африке смеются над Лавровым, там, да, и как это, и... Ну, все равно вот эта варвар... Украина варварски взорвала станцию. Как она могла ее взорвать? Чем? Да нет, а вы ее же контролируете станцию. Во-вторых, а зачем, да, если контролируют российские войска? Во-вторых, да, а нафига нам ее взорвать? Затопить наиболее плодородные почвы этого самого? Помешать самим себе форсировать Днепр? Для чего ее взорвать? Не, а они, кстати, это не объясняют, они как-то это опускают. Просто варвары, и все. Значит, я просто к тому, что, знаешь, когда ты так играешь, на таких уровнях, с таким масштабом, пиздюлей будет больше прилететь, понимаешь? Одно дело с девочкой разбираться, а другое дело... Пиздюлей в современном мире Путину может дать только Украина. Мы в этом давно все убедились. Дело остальных помогает нам вооружением, военной техники. Ожидать от них чего-то, какие-то там реакции, чего-то там еще. Это очень такая история, как бы... Зубов очень мало у кого осталось. Американцы, поляки, британцы, ну, мы. Ну, мы в первую очередь, скажем так. Там еще вопрос, на что способны все остальные. Ну, так помогайте нам вооружение, военная техника. Мы их уже пи***ем. И допи***ем окончательно. И запи***ем. И все на то пошло. Ну, и все. Давали бы больше. Нам не нужна реакция, Марк. Вот честно, мне нахер не нужна их реакция, их оценки и все остальное. Мне нужно от них вооружение, военная техника. Вот и все. Ну, да, кстати, собственно, в Брюсселе, я хочу напомнить, где мы находились с Алексеем Аристоевичем. Он об этом в своих выступлениях говорил. И вот одна из наших интервью, которую просили выложить вместе с Расой Юнковиченой, депутатом Европарламента от Литвы и организатором конференции в Брюсселе Андрисом Кубюлисом, очень известным политиком, бывшим премьер-министром Литвы, выложены сейчас. Вот я ссылку сделал у себя на Фейсбуке. Те, кто хочет посмотреть наше интервью совместное, мое Алексея Расы и Андрюса, пожалуйста, заходите в Фейсбуке, смотрите, там видео расположено, и мы выложим также видеопанели, в которых участвовал Алексей и я. Это обязательно сделаем, я уже получил видео, мы все вам нарежем, отрежем, чтобы всем было понятно, чем мы там занимались. То есть, это как обычно, значит, постоянно вы там загораете, пьете, бухаете и ходите по борделям. Вот у людей представление странное. Ну ладно, поехали дальше. Значит, смотрите, что. Ты что-то хотел добавить? Мне пишут, как это, хватит матюкаться, Алексей Николаевич. А, ну, время такое, вы что, ребят? Да. Ну, мы рассчитываем на то, что деток нет пол-одиннадцатого возле. Ну, мы за это срежем. А если есть ответственность не на нас, а на родителях. У нас передача 18+, для взрослых. Ну, я потом, после по окончании, после прямых эфиров мы часто вырезаем нецензурную браницу. Мы запикаем. И запикаем, я вырезаю, потому что, ну, как бы, ну, мат он есть, мат, обсценная лексика, она такая. Губернатор, говорит, в Белгородской области, Гладков, сообщил, что на территории новой Тавалжанки противника нет, разместил видео с кадрами посещения села. Вот у нас сейчас выступал за два часа до этого Цезарь из Легиона Свобода России. Ну, в общем, он, как бы, конечно, он нарвется, этот Гладков, на хороших, как говорится, либо с одной, либо с другой стороны. То есть, такое ощущение, что он прям вот спасается от снятия с должности и ареста последующего неизбежного. Российские чиновники идиоты. Они не понимают, что они всегда будут виноваты. Виноваты перед режимом, которому они преданно служат, ради которого они пытаются изобразить, рискуют, что-то там пытаются обеспечивать. Он мечется между того лжанками, где-то на краю там записывают видео, чтобы показать, что все под контролем. Но его же сделают крайним, он же и будет. Да, безусловно, вне всяких сомнений. Да, ну, поэтому, они все плохо учат историю. Был такой командующий западным особым округом, генерал Павлов. Известно. Сторонник, сторонник реформы танковой и так далее. В картишке, кстати, любил. Бил, да, бил в колокола, докладывал Москву, что мы не готовы к войне, изо всех сил. Потом руководил фронтом, как мог. Кстати, оценки расходятся. Некоторые говорят, что, да, делал крупные ошибки, но проявил личное мужество, руководил и так далее. И что? И в результате ответил за всех. Расстреляли. Расстреляли. В 41-м году то же самое будет со всеми, кто пытается противостоять легиону и РДК с российской стороны. А и вы же окажетесь виноватыми. И военные, и гражданские, и ФСБшные, и милицейские, и все на свете. Поменьше бы вы изображали служебного рвения, а побольше бы переходили на их сторону. Так целей целее были бы. И шансов откроют. Это стратегия. Стратегия же искусства, стратегия заключается в том, чтобы совершать действия, которые расширяют возможности. А когда сужают возможности, это плохая очень стратегия. Так вот, когда они остаются и пытаются изображать, что они там в новой Товолжанке все контролируют, они как бы сужают себе пространство решения. Когда переходят на сторону РДК, они увеличивают пространство решения. Так мудрый человек что делает в таком случае? Увеличивает, правильно? Ну да. Ну вот подумай, пусть подумают на эту тему. Хотя было бы чем думать. Да, честно говоря, я надежды иллюзий не питаю. Но вот смотри, дальше развивать тему саммиакопровода. Мы его касались. Тема этой, что через Одессу идет. Ну уж второй раз бахнули уже там. Бахнули в Харьковской области. Причем там какой-то то ли дымок, то ли пыльца. Ну я не знаю, я вот не понимаю ничего в химии. Но причем это и россияне это сделали совершенно очевидно. Они устрелили артиллерийскими снарядами. Но видишь, они с разных сторон хотят создать какую-то движуху на предмет того, что дальше будет хуже. Не вздумайте никуда наступать. Потому что точно бахнет Запорожская. Вот тут уже аммиакопровод, там Каховская. Ну дальше останется действительно только ядерной, нуклеарной темой баловаться. Поскольку Украина действительно страна с ядерными реакторами, с энергетикой атомной и так далее. Но вот с этим аммиакопроводом, так сказать, ты думаешь, что это в этом же ключе надо рассматривать. То есть они именно с этой целью... Ну главная же интрига какая тех, так называемых, зерновых заглашений. Дайте же нам качать аммиак через ту территорию Украины. Да, там же денежки большие. Постоянно не дают. И вот они говорят, вы нам дайте, иначе мы выйдем из зерновой сделки. Но из зерновой сделки они выйти не могут. Им не даст Турция. Она дважды не давала и не даст еще раз. Как минимум. А также много кто еще не даст. Тут внимание, что же идиоты вслух потом заявляли, что вы прямо ставите зависимость участия в зерновой сделке от успеха аммиакопровода. А аммиакопровода вам никто не дает и из сделки выйти не дают. Что делать в такой ситуации? Они взяли, повредили аммиакопровод, взорвали его. Теперь можно объяснять, почему аммиак не качается дорогим россиянам. Что мы уже вот не разорвали бы сделку, но поскольку аммиак и так не качается, то что ее разрывать? Пусть работает. Владимир Ильич, приехал подарок от сибирских лесорубов. Вагон спичек. Что с ним делать? Отдайте детям, пусть играют. Так, значит, едем дальше. Вот, смотри, в продолжении глотковой темы. Справедливая Россия за правду. Это блок, который финансируется Пригожиным. Там такой блок, как Старый Миронов. У него, кстати, может кто не знает, у него пять высших образований, он шесть, по-моему, раз женат. Я боюсь вот то ли шесть, то ли семь, но я не знаю. Но пять высших образований. Вот ты можешь себе представить человека с пяти высшими образованиями? Да. У меня пять не окончено. Но это другое. Я всегда ложу на диплом. Нет, у него все пять. А он диплом получил, да. Да, он последовательно. Но неважно. Он, значит, готовит поправки о праве подразделения территориальной обороны, использует стрелковое оружие. Ну, то есть, понятно, в какую сторону. Стрелковое оружие, я хочу напомнить, никаким территориальным вот этим подразделениям не дают. Ну, как я уже употреблял анекдот, когда сумасшедшие прыгают с щучкой в бассейне с вышки и говорят, что если хорошо себя будут вести, им нальют воды. То есть, территориальная оборона без оружия приблизительно вот этих психов и напоминает. Ну, он там много чего готовил. Там по заказу Пригожину он готовил закон о признании, ну, деятельность ЧВК законной, значит, вид деятельности вести. Ему, естественно, это не дали, потому что никто не собирается это легализовать. Это должно в серой зоне находиться. Ну, так и тут. Оружие раздавать населенницу, еще неизвестно, куда она его повернет. Но, тем не менее, сама вот эта история с территориальными подразделениями, потому что в Украине это немного другой характер, в принципе, носило, да, эти территориальные подразделения, а не на фоне войны. Украине власть сразу сказала, мы доверяем народу. Да, и дали оружие сразу. Десятки тысяч единиц автоматического оружия под подпись и под показ паспорта. Вот, и заметь, что оно практически неизвестно случаях, когда бы оно участвовало в разборках там и так далее. Все было направлено противорога. Что будет в Белгородской области, Курской и Воронежской в этой связи, особенно, когда мы посмотрели на мордеров, я не берусь предсказывать, как и куда будет использовано это оружие, для чего и зачем. Нет, сто процентов. Они просто перебьют чиновников, их в домах будут выносить хаты. Грабить будут. Грабить будут. По камере, часть из них. Так. Вот тут феноменальная история, показательная очень. Вот, кто не следил, я вам сейчас расскажу. Летел самолет из Дели в Сан-Франциско. Что-то у него забарахлило, а летел он через территорию России, чтобы все понимали. Международный рейс, ну, там маршруты проложены. В общем, сел он в Магадане. Из-за неисправности. И вот там пассажиры летели, но это не только индусы, там видно, ну, Сан-Франциско, видно из граждан США есть. Их поселили, значит, они спят на матрасах в каком-то подвале, у них не работа карта, их не кормят. И они, значит, успевают соцсетями каким-то там фантастическим образом пользоваться и говорят, что они оказались в аду. Они вот никогда... Представляешь, индусы из Дели. Вот кто бывал в Индии? Я вот в Индии бывал. Я вам хочу сказать, что мест... Но я был в самом лучшем месте по Нанджи, я был на Гоа. Да, в Дели я не бывал, честное слово. Но, знаете, места там есть, где прокаженные протягивают ноги у их, значит, индуистских храмов. Я вам... Мне казалось, что... Или туалеты, где там босиком ходят, в туалетах ты ходишь. И мне было страшно, потому что все снимают перед храмом, это туалеты в храмах. Нужно босиком там ходить, там нельзя в облигах ходить, в индуистских храмах. Вот. И мне казалось, что ад это там. Вот они, значит, вот эти самые индусы постят, говорят, что мы вот поняли, где находится вот этот страшный ад. Это чистилище, это Магадан, школа или какой-то спортзал, где их, значит, на грязных матах постелили. Карточки не работают, еды нет. Они говорят, заберите нас отсюда. Прямо развивается там фотографии, видео. Любой, кто наберет в интернете, сейчас увидит, все испещрено этим всем. Значит, я думаю, позиции индийского правительства в моде, вот сегодня появилась статья в западной прессе. Покалибриваются после этого? Не, наоборот, наоборот, его склоняют к тому, чтобы он, значит, воздействовал на, значит, ну, дистанцию с Россией увеличивал. Вот, выразимся так, что это как бы добавит мотивации, я вот о чем. То есть, условия, когда все, это же Магадан, это же не Москва тебя в Кремле приняли там, да? Да, это Магадан, настоящий такой Магаданище. И, представляешь, индус в Магадане, это же уже само по себе как нонсенс. А? Да, я тебе могу рассказать, как я летал на Байкал. Ну, расскажи нам, это разнообразие. Где-то в восьмом году, наверное, может даже, ну, где-то так вот. Значит, у меня там был учебный семинар, я полетел учиться, значит, и самолет заходит девять раз в Иркутск, в аэропорт, а там туман не принимает. На десятый круг он уходит, значит, садится в Братске, Братске, это девятьсот километров. Да, это известно, место. Там, кстати, часть спецназа в ГРУ. Да, ну, ты, значит, жара такая, тут только детальный клип, от жара градусов тридцать шесть, это август месяц, сначала. И, значит, шесть самолетов там стоит, и аэропорт Братская, это такое двухэтажное здание, как сельское сельского вокзала, значит, воды нет, туалеты закрыты, на, значит, что там еще, вообще, короче, нет ничего. И охранники разводят руками, говорят, ну, у нас так всегда, типа, а что вы хотите? А международные рейсы высадили, и там пассажиров, наверное, по тысячу топчутся, если не больше, что этих шести самолетов. И некоторые так уже не выдержали, под крылья стали, чтобы в тень прятаться, и вместе с тенью этой двигаются. Там женщины с детьми стоя, на раскаленном этом самом, уже прятаться негде, идти некуда, и так далее. Некоторые пошли в траву, тут местные набежали, кричат, тут энцефалитные клещи, разгар, вы что, с ума сошли, что ли, куда, какая трава? К траве не подходите, метров на пять желательно, и так далее. Некоторые сунулись в аэропорт, вышли оттуда, такие. Ну да, иностранцы, да. Воды нет, воды нет, воды из-под крана, нет воды из-под крана. Вот тысяча человек, которые не знают, куда себя деть, это было, конечно, зрелище, достойное богов. И тут же, и тут же, бабил, бабилы, такие, типа, давайте, говорит, по четверо в машину, я вас везу, по 100 долларов, я вас везу, типа, в Рокус. Ну, как везет, 900 километров. Говорит, а что вы это, что такое 900 километров, это вообще ничто? Говорит, и вообще из них 750, она под асфальтом, это только там, 150 этот самый, 150 или 200 проселочных, все нормально, проедем. Многие садились, уезжали, это была, конечно, такая песня, песня, да. Да, я это все наблюдал с, ну, таким, значит, любопытством путешественников, знаешь, как итальянские и французские путешественники всем на острове заезжали, доставляли путевые замены. Но Маркиз де Кюстин, знаменитое произведение. Да, 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 да. Потом, значит, нас сказали, все, Иркутск принимают, мы сели в Иркутске, и, значит, в Иркутске выходим, а я же думаю, а где багаж? Такое одноэтажное здание, убитое. Иркутск, крупный город, нифига себе. Как бы, да, на тележках таких ржавых подъезжают, едва ли, одним не осликами запряженные, подъезжают, начинают вышвыривать чемоданы. А рядом со мной, со мной, какие-то французы, итальянцы, американцы, уже, не знаю, как кто-то занесло. Я смотрю, они такие, брови у них не то, что вылезли вверх, они несколько оборотов уже сделали, знаешь, когда-то чувствительно французская дама начала падать, ее поддержал мужественно седой итальянец, сказал, что его дед был в Сибири в плену, он знает, как это вырос на этих рассказах. Надо мужаться, надо сдержаться. А еще, еще немного, буквально в 3000 километрах Японии, еще немного появится в цивилизации. Ну, и, в общем, это целая песня. А как я ехал на Пайкал, это вообще отдельная история, как я буду рассказывать. Да, это было бы очень интересно, потому что русская провинция, она того, как бы, заслуживает обсуждения, потому что в этом все время видеть какую-то русофобию, а реальность еще хуже, чем мы вам рассказываем. Гораздо, гораздо хуже. Наши слова приносят иронию какую-то. В правде фобии не бывает. Не бывает. Правда не может ни вызывать фобии, ни быть фобией, проявлением фобии. А если кто-то реагирует фобически, то ему надо к психиатру, к психотерапевту для начала. Да. 35 минут мы в эфире. Нас смотрят 232 тысячи, около 80 тысяч поставили лайки. Наш опрос продолжается. Кто взорвал Каховскую ГЭС? Путин 90% отвечает. Украина 3%. Инопланетяне 7%. Проголосовало почти, ну, 74 с лишним тысячи уже приличным. Значит, смотри, секретарь Совбеза РФ Патруша, во-первых, заявил, что подрыв плотина Каховской ГЭС осуществила Украина. Он сейчас стал чистить прям. А киевский нацистский режим, говорит он, созданный США и Британии, необходимо сменить. Он, представляешь, говорит, сменить, придав на практике Украине статус нейтрального государства. Причем мы же с тобой обсуждали, что и сейчас в предыдущем эфире с Пианковским мы тоже вспоминали одного из деятелей. Я имею в виду, значит, Затулина, который, значит, открыто высказался о том, что Украина не будет никогда нейтральной, раз, и второе, она останется. То есть, все попытки и цели так называемой специальной военной операции фактически снизить все на нет государственность Украины, они, понятно, уже не будут достигнуты, что надо с этим смириться и, в общем, как-то с этим жить. Но вот Патрушев с его, значит, активностью, он, как бы, дает нам угрюм в сраться. Они, по-моему, в адиотизме соревнуются. Сегодня российский МИД заявил про то, что американцам надо, там, раскрыть данные об убийстве президента США, что это было вообще, вот, к чему это же. А это, значит, тоже разразился, да, космического масштаба и космической же глупости. Ну, вот, если человек идиот, как говорил, наш любимый шеф, то это надолго, иногда даже навсегда. Ну, значит, как бы, им сейчас точно не до этого, как, смотри, Швеция и Финляндия, вступила, в Финляндии вступила, Швеция вступает. Да, Швеция говорит, да. Это страны, которые 200 лет хранили нейтралитет. Швейцарский парламент проголосовал за передачу оружия Украине, там, предварительно, там, целая процедура, но, тем не менее, после нескольких отказов. То есть, коалиция Рамштайна достигает больше, чем антигитлеровская бляха в конце марта 1945 года, когда только дурак присоединялся туда, потому что все хотели быть срочным победителем. Так вот, да, а эти выставляют условия. Ну, они прописали, одежка, которые вы начинали, да, тогда кроится 97-го года, им с саной тряпкой повозили по морде, так тщательно, выспоркали несколько раз, надели ее на голову, заставились бегать за этой саной палкой, продолжают заставлять бегать, они еще выставляют какие-то требования, причем они не добились их вооруженным путем и не добьются. И на мирных переговорах они решили что-то, они говорят, мирные переговоры, и что-то там потребуют во время конференции. Идиоты, если вы военных путем не добились то, что декларировали, то вам во время мира будет что вручать и зачем, спрашиваются. Вы пришли на стрелку, поставили раком, обоссали. Извините, я правильно просто народный перейду, а вы нам заявляете какие-то требования, поднимаете обоссаду в голову и такие типа, но у нас все-таки есть требования, мы просим ее выставить. Нет, так вот об этом и речь, а чем они руководствуются? Я уже это тоже комментировал, более мягко, чем ты. Я говорил о том, что как будто бы российские войска около Киева стоят, что уже какая-то там конец войны в их пользу. Как можно заявлять эти требования, учитывая весь этот набор? Давай еще раз скажем. Это наглое, как Колымский пи***, есть такое выражение, вуздающих людей, дозащих людей. Им просто терять уже нечего, в силу сочетания пидорасы и в силу Колымы, понимаешь, да? Они могут качать права. Поэтому это та же самая история. Ну куда уже? Я причем один, товарищ без мозгов, они будут это делать, даже когда украинский солдат выберет на войду в ворота в Крэм. Ну да, да, да. Они будут еще говорить про то, что Украина должна быть детрадь, у нас есть требования. И ни в коем случае НАТО не должно расширяться. Понимаешь, да? Пусть фантазия дорисует вам тему с колымскими пи***ами. А мы продолжим. Значит, Сенат Швейцарии одобрил поправку в закон, разрешающий реэкспорт оружия в Украину. Еще одна страна, которая не то что нейтральная, вся система, ее европейские ценности построены на этом нейтралитете. И вот Нижняя Палата несколько дней назад проголосовала против. Теперь ей придется рассмотреть этот вопрос еще раз. Но тем не менее, так сказать, этот вопрос и танки, и боеприпасы с реэкспортом будет. Смотри, я же гранд-тур этот начал со Швейцарии, с Лугана. И там мне довелось поговорить с разными симпатичными людьми, имеющими отношение, так сказать, к политике швейцарской. Они сказали следующее, что у нас профсоюзы рабочих, которые производят вооружение, военную технику, как в Швейцарии, это солидная отрасль промышленности, очень недовольны тем, что все зарабатывают на поставках вооружения, военной техники, а они не зарабатывают. Кроме того, оружие всех приобретает очень важную в вооруженной сфере лейбл, на котором написано «combat proofed», то есть, испытанного во время боевых действий, что очень резко повышает. Ну, очевидно, конечно. А у швейцарцев нету такой истории. И вот они возмущались, возмущались, и вот, смотрите, профсоюзы, как рабочий орган демократического открытого государства, сработал. И парламент повлиял на парламент, парламент очевидным образом дал крен вправо. И это очень хорошо, потому что швейцарцы – это не только отдельный образ сооружения военной техники, это очень много отдельных элементов разрешения на поставку, которых требовалось постоянно получать у Швейцарии. Мы запомним, насколько трудно немцам было поставить нам гепарды, потому что в гепардах есть часть вооружения швейцарской, и боеприпасы гепардам производили в Швейцарии. Поэтому это была целая история, очень сложная, непростая, непростыми способами решалась. А вот сейчас вот такой раз и дрив в нужном направлении. Поэтому и смотрите, страны, добродетельные матери авторитета, Швейцария, Финляндия, Швеция. Уже радостно все, что участвуют в антипутинской борьбе. Прием Швеции и Финляндии в НАТО закрыл Балтийское море, которое Петр наш первый прорубал, этот наше все прорубал, что? Долго-долго большой кровью. То есть, Путин обнулил все результаты российской политики за 300 лет. Просто в ноль. И загнал в еще большую могилу. Из этой могилы... Они повизгивают про нейтральный штатус. Вы требуем выполнять нашу требования. Должок. Нельзя принимать Украину. Она должна остаться нейтральной. Уже никого нейтральных в Европе не осталось. Вы всех переделали. Австрия еще борется, но я думаю, тут тоже недалеко. Нет, точно зайдет НАТО. По итогам войны 100%. ЕС, мягко говоря, не нейтрально. А Украина должна остаться нейтральной. Дядя, мы вам этот нейтралитет засунем. Мы провердем такое количество раз. Пока вы не поймете, что о нейтралитете речь уже не идет в принципе. И не может идти. Ну что ж, на вот этой веселой ноте, к концу 42-й минуты, и 242,5 тысячи, которых нас смотрят, и почти 8 тысяч поставивших лайки, мы сделаем перерыв. У нас следующий эфир планируется, как я понимаю, в субботу. Правильно? По графику в субботу мы проверим, если ничего не произойдет экстраординарного. Согласен? Если экстраординарное, выйдем раньше. Если не экстраординарное, то в субботу. В субботу в 22 я уже буду на месте. У нас будет получше картинка, получше может быть звук. Ну вот и Арисович будет вам что-то напевать в начале эфира. Мы заканчиваем наш опрос. 84 с лишним тысячи проголосовало. Кто взорвал Каховскую ГЭС, Россия побеждает абсолютный чемпион 90%. Украина 3%, Слушай, хоть где-то Россия побеждает. Ну вот видишь, а вы говорите. Да, так сказать. Я прострелил еще раз подчеркиваю. Не Россия, а Путин. Конечно Путин. Путинская система, от которой России надо избавить. Дать шанс нормальным людям в России. Он привел к тому, что эти понятия стали сейчас... Наша задача их расторжествовать. Не надо мазать Пономарева и Фейкина и Ходорковского, и Легиону свободу России и в этот самый... Вот это Россия. А Путин это Путин. Различаем, еще раз повторю, чеченцы векадырцы различаем. Надо различать россиян и Путина. Это разные вещи. Ну, у нас просвещенная публика, она все понимает. Ну что же, увидимся все в субботу. Вместе соберемся в той же кампании. У нас найдется повод, конечно же, обсудить, новый опрос провести. Пожалуйста, ссылки на эти эфир и на предыдущие два эфира размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях и группах. Обязательно ставьте лайки. И подписывайтесь на канал Алексея Арестовича. И на мой канал подписывайтесь тоже. Осталось там буквально 500 человек до 2 миллионов 110 тысяч. Поэтому напрягитесь чуть-чуть. Сделайте такое одолжение. Алексей, пока, до субботы. Цем-цем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова